В хоккей играют не только звезды под софитами ледовых арен. Хоккей по-прежнему живет во дворе, особенно в малых городах и селах. По-прежнему зажигают в сердцах мальчишек и девчонок любовь к спорту. Энтузиасты хоккея. В сельских территориях Соликамска спортивная хоккейная жизнь кипит в Тюлькино и Родниках. На кортах тренируются поселковые команды, проводятся турниры между сельскими сборными. Чтобы вывести все это на качественно новый уровень и привлечь больше детей, Энтузиасты хоккея два года подряд заявляются в конкурс проектов развития детского хоккея «Добрый лед» фонда Тимченко. Вторая попытка оказалась удачной. Доработали заявку, учли замечания, рекомендации, которые выставляет фонд Тимченко и руководители проекта «Добрый лед» в Санкт-Петербурге. И подали, и в числе победителей от Пермского края получим грант в этом году на реализацию данного проекта. В числе его задач вовлечение мальчишек и девчонок в систематические занятия спортом и тренировочный процесс. Создание новых поселковых команд и их подготовка к различным соревнованиям. Проведение своего межрайонного турнира и спортивных фестивалей с привлечением родителей. Целевая аудитория проекта – дети из родников Тюлькина, геолого-разведки Усовского, Володина, Мошева, Затона и других в возрасте от 8 до 12 лет. Для этого мы приобретаем комплекты экипировки спортивной. Это позволит нам обеспечить формой команду. Также для того, чтобы более комфортно и быстрее выполнять работу по очистке льда, мы приобретаем две снегоуборочные машины. Одна будет в Тюлькино, одна также у нас. В родниках будет отремонтировано помещение хоккейного корта, как раз раздевалка хоккеистов и для проката коньков. Общая стоимость проекта – 739 тысяч рублей. Из них 359 тысяч – средства гранта. Почти 380 тысяч – средства муниципалитета и благотворителей. Хоккейная форма должна приехать к 30 июля. Также до конца месяца в территориях пройдет разъяснительная работа с населением в виде собраний и подвижных мероприятий и зарядка со спортсменом, чтобы как можно больше людей узнало о такой прекрасной возможности, которая открывается перед юными сельчанами. С надеждой на рост числа ледовых дружин в округе, Антон Старостин, Павел Двинянинов и вся телекомпания Соль ТВ.